Отопление своей квартиры Если не интересно, значит выключат этот фильм, другой посмотрят, если кому-то интересно А кому-то интересно, значит, я хочу рассказать сегодня об этом баке Я в том фильме рассказывал предыдущем, что это за бак и как я его использую Почему я его использую для отопления своей квартиры А сегодня я хотел бы рассказать об устройстве и работе, как он устроен, как он работает этот бак Для начала, значит, я хочу напомнить, что этот бак у нас обогревается Вода нагревается от печки обыкновенной, которую мы можем топить Можно дровами, можно углем, мы углем топим эту печку Там стоит котел, ну там все было предыдущим рассказано, как это все работает А сегодня я хочу рассказать о самом баке, как конструктивно этот бак устроен, как он работает Значит, размер этого бака 50 на 50 и туда 60 сантиметров Вот это такая его емкость, кому интересно, значит, можно посчитать 50 на 50 на 60, сколько литров вмещается в этом баке Он устроен, значит, следующим образом Вода холодная поступает от соседей Вот я говорю, чем мне нравится наша квартира Тем, что у нас вот этих ни водяных труб нет, ни канализации нет Вся система вот эта находится у соседей А у нас только вот из стены выходит холодная вода И канализация, вот ванна там, умывальный ствол, рак это с кухни, туалет Все это, вода уходит туда, к соседям И там где-то, как оно, что-то, я даже не знаю Я ни разу не видел, как эти трубы проходят В каком они там состоянии, мне это не интересует И меня это очень радует, что где-то эта вся грязь, это у соседей, конечно Ну, так, 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 так построили Так сделали, и мне приходится только, как говорится, пользоваться тем, что есть Значит, еще раз напоминаю Вода холодная вот заходит сюда Водомер, тут вот фильтр, все, облатный клапан Вот это все, как пломбочка, все стоит как положено Теперь, значит, вода холодная, поступаю вот сюда Тройник стоит Холодная вода, бежит в рак, это, значит, некоторая раковина Это умывальный стол, как раньше было называлось, это умывальный стол Так, так было называлось Вот тут холодная вода, значит, из бака я поступаю Как она поступает, потом расскажу Теплая вода, если она горячая, значит, я ее размешиваю И получается нормальная вода Дальше, тройничок идет, опускается вот вниз, под умывальным столом Раз, там вот, и поступает, ну, тут не видно, я не буду показывать Сливной бачок для туалета То есть, мы сходили в туалет и смываем эту водичкой И все чистенько, аккуратненько, все хорошо получается Дальше, идет эта труба, вот она идет, идет, идет Тройник, тройник идет на бак Пока оставим, дальше пошла труба Это я показывал там в предыдущем, в кухне То есть, опять же, если вода горячая идет Или летом мы используем она, когда не очень То есть, вот эта вода с системы Центральная система, вот эта вода идет туда дальше И там точно так же смеситель стоит И можно пользоваться этой водой Ну, это там, а здесь, значит Тройник, вода вот идет по трубе Вот вентиль стоит для наполнения вот этого вот бака Вот бак для его наполнения Значит, как, как эта труба устроена и для чего она устроена Именно как Вот эта труба заходит сюда, в бак И вот здесь она вот так поднимается на 10 сантиметров Вот, и сгибается вот сюда, вот так под небольшим углом Вот так вот, эта труба Зачем так сделано? Я ее в предыдущем баке сделал Но там немножко было по-другому, горизонтально Для того, чтобы Когда там бак работает То есть, когда идет печка топится И идет нагревание воды Вот А мне надо добрать воду Ну, использовали я вот Пришел, умылся тут Водичка в баке, уровень воды упал И чтобы воздух не попадал туда В отопительную систему Значит, мне надо добрать воду Я открываю вентиль и добираю воду Так вот, чтобы вода не бурлила и не смешивалась Я там, я еще потом расскажу Те трубы, которые выходят для нагревания В котел идут Или, можно сказать, змеевик Вот Чтобы она сильно не смешивалась А потихонечку И еще потом для заживания Она вот так, труба изогнута Вот сюда идет Я потихонечку открываю И вода набираю Когда набирается в бак Она вот здесь холодная Она вот здесь осаживается Вот в этом углу она всегда А садится холодная вода Понятно, что Вниз, горячая, вверх А горячая поднимается Вот И она не смешивается Ну, смешивается, но не в таком Если бы они там рядом были Короче, я развел Наполнение бака холодной водой И тем, которые вода нагревается Той системой Я их развел как можно дальше Чтобы не проходило Смешивание То есть вода Как бы работала отдельно Немножко Можно было там, конечно, в баке Поделать перегородки Сделать эту всю систему Но Это уже лишнее Один бак Уже меня так проработал Вот И я убедился, что эта система Работает отлично И второй бак Примерно так же Я заказал Мне так сделали Это Короче Я доволен, как он работает Так Все Набираем холодную воду Под углом Она набирается сюда Теперь Когда Бак Чтобы знать Когда там бак наберется Полный Полный наберется И куда-то воде деваться надо Вот это Вот следующая Вот она Следующая труба Вот эта труба Идет Вот отсюда Заварена И идет Пошли как Спасавый вверх Туда вот идет Она И так вот Сантиметр До верха Не доходит Вот Это Как у нас называют Обратка Или там Как ее Слив Вот То есть Когда Бак полный набирается По этой трубе Вот По вот этой трубе Она уже Бак герметичный Ну как Можно сказать Герметичный Вот По этой трубе Вот Набирается вода И А по этой Воздух Страживается Потому что Если не будет воздух уходить Значит бак не будет Запор Пробка будет И он Не будет набираться Так что По этой вот трубе Воздух уходит Вот сюда В ванну я сделал Ну вот И он идет сюда Теперь Когда бак Набирается полный Вот Значит Через ту трубку Вот она Труба Стоит Набирается На уровне Набирается В том Раз И пошел В эту трубу Уже не воздух А сама вода Пошла сюда Я под хоро Смотрю Вода Вода потекла Сюда Значит бак Полный Меня под завязку Я закрыл его И Теперь Значит он Нагревается Я жду пока Туда Какие там действия Теперь Вот Труба Вот эта труба Значит Вот она Можно сказать Патрубок Варенный Он немножко так Варенный Где-то сантиметра два От дна Бака И с этого Бака Вот вернее С этой трубы Патрубка Я забираю Теплую воду Ну то есть бак Нагрелся Вот она идет Вода теплая Вот сюда Сюда пошла Вот Сюда Вот так 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 И пошла сюда На смеситель Либо я включаю Вот так Вот Надо мне душ Включить Я переключаю душ Включаю его И вода идет Сюда вот в душ Вода Горячая Если она сильно горячая Значит Я добавляю Вот этой холодной воды Она смешивается И все Но тут какая система Значит Самотек Там То есть Да Значит Вот тут Может вопрос возникнуть Почему так много кранов Так вот Вентиляем Ну тут система Такая Значит Когда Мне надо в душу помыться То титанная Как вот в титане Вот есть такие вот Угольные титаны Я знаю У нас были тут Угольные Углем Топишь титан И там Тут такая самая система Сделать То есть Я Закрываю Воздух Вот здесь Закрываю Вот он Нижний кран Я закрываю Вот так вот И вот Вот Теперь значит Этот Вода теплая Сюда поступает Открываю холодную воду Вода холодная сюда Идет В бак В бак холодная вода идет Но воздух я Перекрыл То есть я создаю В баке В баке Создаю давление Давление Я вот здесь Перекрываю Воздух Воздух Не выходит А создается Давление Пробка такая Получается Которая давит На эту воду И Теплая вода Поступает Сюда В душ То есть Под давлением Поступает То есть Не самотеком Как вот Если так Просто вот Этот кран Открывать Она самотеком Вот вода сюда Бежит потихонечку Так Ну Ладно Сейчас не буду Показывать Ну еле-еле бежит А когда я создаю Давление Вода нормально Идет И Можно покупаться Теплой водой Когда я бак Вот Так же смешать Если Бывает такое Что Такой момент Что Бак еще Не нагрелся Не нагрелся Вот Ну Печку топим До половины Там Этот Ну Теплая А тут еще Вода Теплая вода Вверх же идет Вот А это вниз И не Не нагрелся Значит Тогда я делаю Вот так Этот кран Закрываю Вот Который Вот Эта трубка Вот так Вот она внизу Вот стоит Это когда бак Теплый Она набирает А так Я вот этот бак Закрываю Вернее этот кран Закрываю Вот так Вот А этот Открываю То есть А бак Набирается Холодной водой А эта ж Трубка Под самый верх Холодная вода Сюда Вниз идет И Теплую воду Поднимает Вверх Поднимает Поднимает И через Через этот вот Слив Который там Под верхом Теплая вода Раз И туда Вся теплая вода Вот Тогда она идет Не так Этот кран Закрытый Вентиль А идет Вот так Через вентиль И поступает Сюда На смеситель И либо Умываться Либо В этот В душ Идет вода Ну короче Это Кому интересно Вам Рассказать Подробно Ну Вот так Вот она устроена Сейчас Надо открыть Не забыть Вот так Видишь Уже вода Уже вода Сюда плещет Потому что Бак полный То есть Отсюда Вода поступает Сюда Вот так Вот Еще Вот этот Один Вот Один Патрубок Интересный Значит Вот он Вода Вот он Как Вода Держит сюда Значит Вот этот Патрубок Он Приваренный Так Ну как Можно сказать Заподлицо Вот сюда То есть Прям Уровень Уровень Нижнего Листа Железа Для чего Потому что Я уже Это уже Третий Бак Все таки Бак Железный Если б С нержавейкой Конечно Как я слышал У людей Вот Это было Совсем Другое Дело Вот Скапливается Грязь Ну Ржавчина Там Все Такой Вот воды И Мне Раз Я этот Бак Стекло Сюда Там У меня Еще С той Стороны Стоят Такая Планочка Стоит На Баты Стоят Вот Для обогревания То есть Я могу Бак Вскрыть Открыть Бак Это все Бак Почистить Внутри Грязь Эту все Убрать Чтоб Не было Этой Грязи А для Того Чтобы Эта Труба Стоит У меня Вот Так Значит Когда Я буду Открывать Там В бак И будет Вода А если Я вот Этот Кран Открою Вот Вентиль Вот Этот Кран Открою Это не Вентиль Это Кран Вот Это Вентиль Это Кран Вот То Вода Полностью С бака Уйдет И Бак Будет Пустой Вот Для Этого Я так Использую Ну Так Вкратце Как Бак И как Он Устроит Может Я так Быстро Все Это Рассказал Кому То Может Быть Непонятно Просто Что Я могу Сказать Кому Нужно Это Будет Он Поймет Не Поймет Значит Если Будет Интересно Я могу Повторить Рассказать Вот Просто Я бы Рассказал Вкратце Потому Что Ну Скук Не Показывает Бак А что Он Это Как Он Работает Может Кому Интересно Может Никому Интересно Значит Потом В следующий Раз Я уже Буду Рассказывать О том Как Именно Я Делал Отопление Как Батареи Подсоединял Как Заглушки Там Крамаевского Сами Трубы Как Их Там Я Съемку Мало Делал Потому Что Я Вообще Я не Думал Выкладывать Какое-то Видео Об Я Почерпнул Много Интересного Полезного Для себя Поэтому Хотел Ну Что-то Рассказать Ну Может Быть Кому-то Что-то Где-то Не Именно Не Именно Вот Так А Человек Посмотрит И Немножко Сделает По-другому Вот Поэтому Я Так Снял Видео Это Что Оно Получилось Как Оно Получилось Я Не Знаю Посмотрим Потом Ну В следующих Фильмах Значит Я буду Рассказывать Там Как я Занимался Сверлил Стены Устанавливал Батареи Там Ну Так Я говорю Не Не Очень Много Я снимал Я же Я не надеялся Вернее Не думал О том Что Вот Ну И Потом В конце Я думаю Сделаю Обобщающий Фильм Такой Расскажу От Начала От Начала Как Вот С бака Выходит Вода Куда Она Там Идет Как Она Начинает Возвращаться Как Она По Батареям Идет Как Она Через Насос Идет Ну Короче Все Рассказать О том Как Как Работает Отопление Которые Я И Мои Близкие Которые Мне Помогали В этом Деле Отопление Сделали Несчастлив Я говорю Утро На улице Зима Мороз Снег И И Мы Впервые За Сколько лет Почувствовали Что У нас Квартира Уютно Хорошо Тепло Главное Сухо И Сырости Ну, буквально, я честно говорю, что я и моя семья сразу, как только включили отопление, которое мы сделали, мы сразу почувствовали не только тепло, а сухость, воздух сухой, ну, не то, что там такой сухой, но по сравнению с тем, как было, значит, влажность намного меньше в квартире, стало уютнее и, ну, комфортнее. Комфортнее, это я уверяю, что если кто-то посмотрит и задумается сделать именно такое отопление, ну, не именно такое может, потому что как я делал, и я смотрел, что так, 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 а сделал немножко по-своему. Так что, кому интересно, смотрите дальше, что оно, как оно это все делал. Ну, а задача этого фильма, просто рассказать об этом вот Баке, чтобы хоть немножко понятие люди имели о том, ну, что это такое, вот, как оно устроено, как оно работает, и почему я именно вот это вот использовал для отопления своей квартиры. Ну, на сегодня достаточно много наговорил, быстро говорил, просто хотелось много ложиться этому, да, ну, тараторил, конечно, да. Ну, я еще не очень много видео снимал, поэтому что-то не так называл, что-то не так делал, вот, поэтому прошу прощения, если так я, я не режиссер, вернее, как, не артист, а сам вот это вот, не пишу сценария, не готовлюсь, а вот так вот, включил камеру, то, что, то, что хотел сказать, может быть, сказал, а может быть, и не все сказал, то, что хотелось, а вот, ну, в общем, как получилось, а так что не судите меня строго. На сегодня до свидания. Будьте здоровы. Продолжение следует...